Ну и сразу к вам вопрос. Вы замечали, что мужчины и женщины по-разному формулируют свои мысли? Ну, конечно. Ну, насколько по-разному? В чем разница? Ну, естественно, все по-разному. И есть разные мужчины и разные женщины. Но мужчины, наверное, делают это более прямо. Женщины не всегда могут прямо сказать. Ведь и в ад это, да? Они думают, вот ты что-то говоришь и думаешь, но ты должен сам догадаться, что мне подарить на 8 марта или на Новый год. Ты должен догадаться, почему ты не догадался, это ты виноват. Ага, вот так. Я тебе делала миллион намеков. Вот, намеки. Хорошо. Витя, как ты к этому относишься к вопросу? Действительно по-разному мужчины и женщины говорят? Или ты не замечал? Ну, я могу только из своей практики какой-то сказать. Мне кажется, я всегда понимаю женщин. Да еще маленькая практика. Сейчас так звучит. Ну, по крайней мере, ну, с супругой. Ну, я не имею контакта с большим количеством женщин. Это просто супруга сейчас смотрит. Я не имею контакта. На что вы меня подталкиваете? Я вернусь домой с красивыми бровями сегодня. Много женщин. С множеством контактов. Сходил. Это будет тогда через 10 часов. Сходил в гости. Да, да, да. На телеканал. Я про то, что во многих языках, кстати, даже до диалектов доходит. Иногда бывают слова по-другому произносят мужчины и женщины. Ну, то есть, например, в Таиланде ты говоришь спасибо. То есть я должна сказать капунка. Если я женщина, а ты ведь, если поедешь в Таиланд, скажешь капунка. Я скажу спасибо. Ну, вот эти вятки, я не сомневаюсь, поймут. Но я сейчас не вдаюсь в филологическую вот эту вот минутку и вот в эти все дебри. Я все-таки хочу, чтобы благодаря сегодняшнему нашему эфиру вот мужчины и женщины вечером пришли и поняли друг друга наконец-то. И в этом вопросе нам с вами поможет психотерапевт. Даже не психолог, мне кажется, а психотерапевт. Дмитрий Головов, Дмитрий, заходите к нам скорее, потому что нам нужен психотерапевт. Мы уже так решили. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тут должны сказать, женаты ли вы, чтобы нам понять силы, уравнялись или нет. Я женат, счастлива 34 года. У меня двое дочек и двое внуков. Отлично. Сейчас вот надо вот так вот. Вот это все. Значит, здесь вообще с экспертом мы не прогадали. Так вот расскажите, если вы так долго, счастливо, женаты, почему у любимых людей возникают разногласия, и мужчина и женщина действительно разговаривают по-разному? То есть она думает, что он поймет намеки, а он этого не понимает. Она хочет, чтобы он там прикрутил плинтуса, а он этого не делает. Почему возникают такие проблемы с психологической точки зрения? Я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что мы очень сильно торопимся. То есть? Ну то есть мы никогда не даем возможности человека выслушать. Человек что-то говорит, человек должен успеть это сказать очень быстро. Ну, елку в мае убрать нормально, да. То есть вы считаете совершенно искренне, Дмитрий, что если я говорю в апреле месяце, убери елку, я тороплюсь. Это сейчас реальный случай из жизни. Я сама убирала Машу. Я думала, это так ради... Нет, просто он уже не понял, что нужно прямо сейчас убрать. Смотрите, то есть вы поторопились и решили, что то, что вы сказали, убери елку, для него достаточно, чтобы он понял, убери елку сейчас. А он понял, убери елку вообще, и если он уберет в мае, значит ничего страшного не случится. Ну это мы, конечно, оправдываем сейчас. Это не оправдание, я считаю, что надо было раньше как-то... Это не оправдание. То есть реально люди не дают другому возможность его понять. То есть у нас внутри есть какие-то собственные представления о том, как моя мысль донеслась до другого человека. И с той стороны мужчина не дает себе возможности повторить то, что он понял. Слушайте, ну в самом начале отношения, сейчас вот к вам сразу двоим вопрос. Вы как-то все понимаете? Как-то наперед думаете? Как-то догадываетесь, что эти конфеты я люблю? Значит, вот то место я мечтала? Вот, пожалуйста, браслет, который я хотела? Вот почему? Так и вы немножко другие. Вот так. Нет, ну подожди. Нет, ну почему вот лучшая защита нападения? Да, да. Ну так и не честно. Ну давайте, ну объясните, почему мы что-то меняемся. Слушайте, мы первый год вообще друг друга полностью понимаем и находимся в слиянии, называется. Или не видим, что не понимаем. Ну то есть мы являемся единым существом, который там видит единорогов в розовом тумане. И мы ходим, и полностью там поддерживаем малейшие интонации. Да, да. Потому что мы от себя в этот момент полностью отказались. На все сто процентов. Мужчина отказался от себя, женщина отказалась от себя, у нее представление, что он полностью принадлежит ей, у него предположение, что она полностью принадлежит ему. И год они ходят такие счастливые довольно. А потом? А через год все заканчивается, да? А потом? Всегда у всех, да? Раз развился, ну практически у всех. Так, подождите, Витя, а сколько ты женат уже? Сколько вы вместе? Пять лет, шесть. Ну то есть уже туман расселся. У меня тринадцать, уже тоже расселся. Я тридцать четыре, ребята. Виктория двадцать пять нам рассказала. Да. То есть вот этот туман-то, собственно, проходит. Нет, он, конечно, расселся, Маша, давно. Да. Уже абсолютно ясная погода. А вот скажите, почему мужчины реже женщин... А чем мы перепрыгиваем? Давайте включим и остаемся. Я хотела уже, ну давайте, давайте. Ну то есть вот туман расселся, да? И это время, где как раз нужно дать время друг другу узнавать. Это время для диалогов. Ну то есть для того, чтобы, ну, снять эти розовые очки и начать сматриваться в то сокровище, которое мне досталось на самом-то деле. Или пить из того, что было. А если не сокровище, ты понимаешь, ну то вот расселось все, и оно вообще не сокровище. И вот это мне там, знаете, мемы ходят, и рубашка у него дурацкая. И вообще как-то вот все. Это сейчас не про себя. Куда сказать? Нет, не про себя. Ну вот если понимать человек, что ну такое себе. Нужно полюбить то, что есть. Нет. А что? Ну нужно разговаривать. То есть нужно говорить, слушай, а мне вот это не нравится. И с другой стороны... И время давать, да, для исправления, да? Чтобы ёлку выкинул. Нет, время для исправления. Мы просто говорим, что нам это не нравится. Это не значит, что это нужно исправлять. Мы просто говорим, что это не нравится. И с другой стороны, мы слушаем, слушай, а я там буду такой. И тогда это время для того, чтобы разочаровываться, смиряться, либо не смиряться и уходить. Ну, к примеру, чаще всего мы узнаем, что мужчина, допустим, алкоголик. Это через год мы узнаем. Ну нет, не часто. Ну, например, да. Ну, например, узнали. Например, но не самое ужасное, с чем там жить невозможно. Это он со мной стал алкоголиком. Если человек применяет, там, домашнее насилие, да, если человек, ну, чушка какая-нибудь откровенная, там, не способен. С чем невозможно мириться? Ну, с разбросанными вещами, вы про это. Разбросанные вещи какие-то, да. И опять-таки, какая цена за это, да. Что человек готов делать для того, чтобы, или что, чем с одной стороны готов пожертвовать, и чем с другой стороны готов пожертвовать. Для того, чтобы это было. То есть я хочу, чтобы у тебя было то, чтобы ты изменился, да, ты ходил все время в чистом, да. Что я могу за это тебе дать? Что ты за это хочешь? Возможно ли это? Или, ну, мне нужно, правда, привыкнуть и сходить к психотерапевту и понять, почему мне так важно, чтобы он всегда был наглажен. Что это со мной может не так? А вот, кстати, слушайте, я вспомнила вот только момент. Вы говорите, надо разговаривать. А насколько мужчины любят разговаривать вообще? Мне кажется, вот мне кажется, что вот с вами тяжело постоянно разговаривать. Мне кажется, что вам это просто некомфортно постоянно разговаривать. Скажите честно, ну честно скажите. Нет, у нас, правда, есть несовпадающие потребности у мужчин и женщин. Потребность внешности больше у женщин. Всегда. Да. У нежности, внешности всегда, мне кажется. И при этом эти несовпадающие потребности, да, они, ну, они могут быть проявлены и могут удовлетвориться только за счет того, что я даю другому то, чего он хочет. То есть, если мужчина выслушивает свою женщину, слушает ее, потому что, ну, женщине нужно, правда, два часа, чтобы ее в день слушал мужчина. Два часа? А я вот не буду столько говорить дома. Как нужно донести нашим мужчинам, что два часа меня нужно слушать? Вот, кстати, да, вот вы сейчас сказали. Ну, для этого с мужчиной нужно разделять его хобби, нужно разделять его интересы. А его сколько нужно слушать в день? Ну, это вот, мы уже нет у нас, это все индивидуально, это все договоры в парах. Потому что не каждый мужчина способен выслушать женщину два часа. Не каждая женщина полюбит рыбалку. Да, мы говорим о рыбалке, я же хотела сказать, мы два часа говорим о рыбалке. Все, он будет слушать сколько хочешь. Да? Ужас какой, мне кажется, это тяжело, это испытание для женщины. Ни каждая женщина два часа про рыбалку не готова говорить. Абсолютно. Не все мужики тоже. Но, смотрите, мы, допустим, а можем совпать про путешествия? Вот, это вам, мне кажется, все здесь совпадают. И можем два часа говорить про то, как мы куда-нибудь поедем, или то, что мы хотим посмотреть. Да, и прекрасно в этом совпадем. Отлично, но еще было неблохо, если поехали потом. Или, допустим, мы женщины, мы с женой врачи, да, у нас есть общая тема профессиональная. Мы на профессиональной... Короче, искать вот эти общие темы. Вот, смотрите, еще есть загвоздка. Мужчины реже, женщин, правда, это статистика, делают комплименты. Почему? Вот скажите. Почему редко делаем комплименты? Да, вы реже, чем женщин, например, вот в соцсети открой и комментарии. Там вот будет, какая ты красивая, как тебе идет платье, ла-ла-ла. Да я даже свои могу проанализировать в соцсети. Всегда вот женщины. А почему мужчины не делают? Ну, меньше делают. Ну, это следующая, я думаю, потребность, потому что потребность у женщины в комплиментах, а у мужчины в восхищении. Нужно восхищаться вами. Да, если... Ну, и опять-таки договариваться, что я там... Два часа рыбалки говоришь? Я буду замечать, и потом восхищаешься. Потом восхищаешься. Я буду такая идеальная. Я сама хочу с собой жить. Виктория, если вы придете сегодня домой, два часа разговариваете про рыбалку, восхищаетесь им, он подумает, что что-то... Что-то случилось? Не в порядке. Нет, что-то нужно. Что-то она хочет. Это не восхищаться, как павлином. Да, это правда, ценить то, что мужчина делает. Чтобы это было искренне. Спасибо, что ты меня забрал, например, с работы. С рыбалки. С рыбалки. Да, да, да. Это правда, это подтверждение ценности. Тогда будет подтверждение красоты. И опять-таки, да, мужчина должен замечать, что женщина красивая. Переходим к важным. И что, какая красивая сегодня. Как нам? Вот он, когда этого не замечает, хочется убить. И тогда, даже если вы будете про рыбалку с ним говорить, он спалит. А вы ему про это говорите? Да. А как? Иногда прямо. Иногда как-нибудь. Ты ничего не замечаешь? Так, Витя, пойдем сейчас выйти. Как мужчины не понимают. Слушайте, мы подходим к важному. Как нам сказать так, чтобы вы поняли, что нужно? Выкинуть елку? Сейчас. Вкрутить лампочку? Сейчас. Сейчас. Я хочу вот эти, не знаю, очки, например, от солнцезащиты и так далее. Как нам, женщинам, это вам донести? И как вам, мужчинам? Нужно говорить нам, чтобы мы тоже вас понимали. Мы же тоже хотим. Потому что, мне кажется, все эти разговоры всегда, как женщинам понимать мужчин. А мужчин как будто не вправо. Ну, вы прям пытаетесь найти универсальный способ. Конечно. Его нету. Причем коротко. У нас ограниченное время. Слышали, есть книжка о мужчине с Марса, женщине с Венера. Да, да, да. На самом деле, мы все с разных планет совершенно. Нам нужно каждый... Да, вот вы говорили про Таиланд, да? А мы с разных стран. У нас совершенно разные слова. И с каждым конкретно, в каждой конкретной паре нужно смотреть, что у них происходит. Что она говорит, вынеси елку, а он ее не выносит. В чем проблема? Почему это происходит? Надо у него спрашивать. Почему ты не выносишь елку? У него, может быть, там свои какие-то смыслы этой елки. Он ее, может быть, бережет. Она, правда, для рыбалки у него стоит. Для того, чтобы сделать из нее новогоднего крася. Он, может быть, что-то с этими особо 6-7 голками делать. Я все понимаю. У него сопротивление. Или у него привычка. У него, допустим, мама говорила папе, не выноси елку, и он там не выносил. Там много разных мыслей. Детская травма, Фрейд, конечно. Ой, сколько оправданий, я уже поняла. Это не оправдание. Это смыслы. У одного человека один смысл, у другого другой смысл. И эти смыслы не совпадают. И люди это не проясняют, не узнают. А там, ты понял, что я тебя прошу елку вывезти? Да, у него, да, хорошо. И у него ощущение, что если он будет дома и ходить, ничего страшного не случится. Ну, что-то погудит, ну, что-то потрячит. Что-то будет там. У меня же сейчас там, не знаю, масло надо менять. Надо шины поменять. Другие дела в голове. Надо еще какие-то. Много важнейших дел. Елка, ну, кому она мешает, она стоит полгода. Красивая. Да. Ну, была. Мы, видимо, пугали сейчас тем, что будет потом. Не, мне кажется, просто нужна конкретика. Конкретно. Как с целью. Цель же, когда она конкретизирована, она становится, ну, понятной и осязаемой. У нее есть сроки. И можно понять, когда ты ее достигнешь. Я хочу, чтобы ты выкинул елку прямо сейчас. Виктория. Быстро. Это ваши слова. Пожалуйста. Текст пишет сценарий. Я хочу новый айфон. Пятый. Ты моя золотая. Пятнадцатый айфон. Нет, пятый лучше. А ты мечтал? Размечталась. Ну, все, мы поняли. Из-за этого я буду три часа рыбалки говорить. Да, да. И самое главное, что... И восхищаться. Ты такой рыбалка. Дмитрий, сразу. Да, вот этот момент, что я думала, ты догадаешься. Вообще не работает. Ну, ожидания, конечно, есть. Да, эти ожидания, они скорее детские такие. И они не только у женщин, они и у мужчин тоже. Да, то есть у Эриксона есть хороший пример. Когда семейная пара приходит к психотерапевту, и они разводятся, потому что, говорит, ну, вот посудите сами, я прихожу с работы, да, я сажусь там на кресло, я опускаю плечи, там, голову вниз и сижу. Она выводит детей из комнаты, закрывая дверь, и там, меня бросает одного. Да, и она все время такая бездушная, совершенно не обращает на меня внимания. Да. Она говорит, я первый раз про это слышу. Потому что в моей семье, когда папа приходил с работы и оставался, его нужно было оставить одного, потому что, если мы начнем у него что-то спрашивать, нам всем влетит, и мы огребемся. И, ну, то есть вот эта потребность в том, чтобы нас понимали раньше, да, она из детства, она из вот этой, ну, иллюзии, из этого желания безусловной любви, когда мы просто кричим, а нам приносят, меняют пеленки, кормят молоком. Догадываются постоянно, что нам нужно. Да, и все время взрослый человек рядом с нами догадывается о том, чем мы как-то. Развели наши мечты про единорогов, нужно взрослеть, понятно, и четко формулировать свои, да, вещи, и свои мысли, и разговаривать. Дмитрий, спасибо вам большое за это знание, отличный разговор, встретимся после рекламы.